Всем привет, мои дорогие друзья, из Курского Соловиного края. Девочки, вам видно. 31 января, у Таня кошка нараспашку, сосульки на соседнем доме. Такая у нас погода сегодня. Я пойду сейчас, ребята, подсмотрю, что делают мои мальчики. Мои мальчики работают, а я тут за шторочкой подсматриваю, как они кидают снег. Папа с сыном. Сначала, конечно, ребята, была проведена минутка Макаренко хорошая, а потом помощник вышел работать. Вот так у нас заснежено сегодня. Снимаю, ребята, так, чтобы меня не видели, потому что меня позовут. А я якобы на кухне, но нашла минутку, чтобы их запечатлеть. Ой, не видно, не видно из-за штор, девчонки. Ну, посмотрим. Машину откопали. Снег тяжелый такой, сырой. Ну, куда деваться? Хотели снега? Получите. Ребята, зима настоящая. Вот такие у меня тайные съемки, девчонки-мальчишки. Пошла заниматься своими делами. Девчонки, что еще решила сделать? Решила просто сварить индейку. В своей мультиварке с караватки. Ну, не тут-то было. Смотрите, какие бедрышки. О, показываю вам. Два большие бедра достала. И два поменьше. Тоже индейка. Это росла, это росла, как говорится. Вот сейчас, девчонки, не смогла засунуть их мерзлыми. Обычно, конечно, мерзлые. Хоп. И потом варится в скороварочке быстро. Сейчас оттает, воду сменю. И только потом, надеюсь, все это уместится. Саутани в эту чашу. Вообще, тут на 4,5 литра, но я не доливаю. Вот так вот по, видно вам, венчику. Вот там 4,5. Только так делаю. Мясо, конечно, шикарно, девчонки. Своя индейка. Да хоть индоутка. Хоть курочка. Ни с чем не сравнится. Ни с какой магазинный. Самый-самый элитный. Вот так я считаю. Да и все со мной согласятся. Правда, девчонки? Все, друзья, слила я первую водичку. Смотрите, все у меня растаяло, все уместилось. А так бы никак. Мерзлая не засунула. Добавляю просто лавровый лист. Хочу вам показать. Вот в такой коробочке у меня перец. Старенькая, не такая уж она свеженькая. Бог с ней. Но вот этот перец, девчонки, я никогда не беру рукой. Или ложечкой. Или вот так на глаз сыплю. А почему? Был мне такой случай, когда я купила. Вене не я, а муж купил перец впрок. И Таня по слабости ума поспешила, девочки. И бросила его влажной рукой. Ну, куда-то. По-моему, рагу я делала что-то. А потом закрыла наглухо вот так крышечкой. И забыла о нем. Буквально через 2-3 дня, когда я опять начала готовить что-то, может, горячее, не помню. Там уже появилась плесень. Видимо, перец так реагирует на плесень. Именно недолго я держала. Дня два, не больше. Поэтому, девчонки, только сухой рукой берем перчик горошек. Танин горький опыт. Она вам рассказывает. Все, поехали. Ставлю все это вариться. И буду заниматься своими делами дальше. Вышла я, ребята, с проверкой. Капает все. О, мои постарались во дворе. Все очистили. Красота неземная. А там, вон, видно склад кирпича, когда мы ломали дома. О, какая горка. Да, да, и ты пришла. Сейчас налью тебе. Пойду прогуляюсь. Снег хрустит. Дождались. Красиво. Такая я, красавица, друзья, в шапочке сына, в его манишке. О, видно вам. Таня. И в бушлате своего отца, девчонки. Взяла себе на память об отце бушлате. Хожу теперь зимой в этом тепленьком бушлате. Иду, ребята, прогуляться. Беру вас с собой. Пошли. Без сережек. Таня по-домашнему. Иду, ребята. Виктор Васильевич мне дорожку прочистил, чтобы я смогла выйти на огород. Ага, только до двери. А дальше, мама, как хочешь. Сейчас попробую выйти. О, он и тут постарался. Молодец. Знал, что я пойду снимать наши окрестности. Все белым-бело. Все. Заснежно. Дальше Таня не пройдет. Девочки. Что-то Таня прямо на огород захотелось. Хотя такая погода нелетная. Ну, сейчас пойдем посмотрим. Поскрепим снежком. Как тут у нас? Дальше не стал. До сливки только дошел. И все. Я тут встану и буду стоять. Красота неземная. Ветер, конечно. Как в стихах. Покрывало белое. Все укрыло. Собачки лают. Иди, мокрое, облезлое. Иди домой. Пойдем. Делать тут нечего. До весной. Пошли. Девчонки, мальчишки. Как ни бегает они с проверками. Надо вернуться на кухню. Видно вам вот там на заднем плане у меня уже яйца приготовились. Мука. Что я буду делать, девчонки? Даже не знаю еще. Как мама моя выражается. Хабур-чебур. Из остатков сладких придумаем что-нибудь вкусное. Папа наш, конечно, это есть, наверное, не будет. Я так думаю. Но нам с детям в самый раз. Кушать-то хочется по-любому. Пока стоит, ребята, на столе у меня мультиварка. Мне, конечно, мало места. Но ничего. Как-нибудь Таня управится. Но больше места я и не нахожу. Со своими перестановками. О, большая кухня, места мало. Беру, ребята, остатки. Это у меня была колбаска. Замороженная, потертая. Сыр натертый. Еще, смотрите, 16-е, 10-е. О, дальше есть у меня кусочек еще сыра. Тоже я подписывала нашего местного. Сейчас я еще сырка потру. И все это пущу в дело. Хочу сделать своим такие сытные оладики. Ребята, не мудрствуем лукава. Всыпала сюда колбаску сырок. Добавляю по одному яичку. Девочки, я всегда по одному яичку. Потому что Таня знает, что такое, если попадется, не дай бог, тухлое яйцо. Поэтому надо с осторожностью всегда. Что я и делаю, девчонки. Беру щедро, беру 4 яйца. Яйца свои, домашние. У пастюпа. Хорошие желтеньки. Но мало ли, что бывает же, заваляется. И такое яйцо, которое, скажем прямо, не первой свежести. Все, 4 яйца. Сейчас муки на глаз, девчонки. И будем жарить. Посмотрим, что получится. Вот такая красотень, девчонки. Но соль не буду добавлять. Сырок соленый. Колбаска тоже. Поэтому сейчас сюда муки, молочка и все. Девочки, вот такая у меня кружка сито. Смотрите, она не мытая. И говорю вам сразу, что Таня ее не моет. Во-первых, потому что я часто работаю с мукой. И раньше, как помоешь, она буквально через час нужна, внутри влажная. Получается, что туда прилипает мука и целыми комками. Я теперь честно признаюсь, добавляю муку, если куда-то пропускаю через эту кружку. Вот, очень удобно. Потом просто стряхиваю в раковину и ставлю в кулечек. Так и храню. Не мою, девчонки. Не хочу туда лишнюю влагу. Во-первых, это же железо. Оно ржавеет. Сейчас нет ничего настоящего. Все Китай. А во-вторых, для себя любимая меньше хлопот. Сухая кружка в плотном пакетике. Милое дело. Вот так. Попробуйте. Милое дело. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, моя красота неземная у Тани получилась. Все готово. Тут только минус 3. Один я попробовала. И два сына отдала. Уже ходит, нюхает. Сейчас любой девчонки возьму. Какой тут самый. Эти еще горячие такой, наверное. Смотрите, какой он пушистый. Сейчас мы его разломаем. О, видно всем. Сырок расплавился. Колбаска. Чувствуется вкус такой, девочки, как вкус пиццы. Много таких рецептов. Вот Таня попробовала, чтобы ничего у меня не пропало. Так что мои будут рады. Те, кто не на диете. Вот так. Таня на этом будет заканчивать свои басни, девчонки из Курского края. Потому что очень много получится. Пока-пока всем. Гости к нам заходите. Ешьте сытно, с удовольствием. Но не переедайте. Вот такой у меня к вам сказ. Пока-пока, мои хорошие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова